Брагина стала первой олимпийской чемпионкой из нашего региона. Поздравить выдающуюся легкоатлетку пришел губернатор. Вениамин Кондратьев отметил, что невозможно переоценить вклад кубанской бегуньи в развитие спорта в Краснодарском крае. В мире спорта вы занимаете первое место. Первое место в пьедестале пожизненно. Потому что своим трудом, своим старанием вы заняли этот пьедестал. И я уверен, никогда уже с него не сойдете. Ваша жизненная дистанция до сих пор продолжается. Вы по жизни очень активны. Вы передаете свой опыт, навык молодежи. Вы стараетесь, чтобы спорт жил. Очень важно, чтобы сегодня спорт, конечно, в нашем крае был. И мы сегодня максимально стараемся поддержать. И не просто поддержать, а создать новые условия для занятия спортом. Вы сегодня максимально делаете, чтобы легкая атлетика, чтобы в целом спорт в нашем крае развивался. У вас очень много сегодня учеников и очень много последователей. Я хочу вам пожелать оставаться их учителем, их лидером. И я уже сказал, тот пьедестал, который вы сегодня занимаете, не уходите. Вы нам очень нужны. Вы нужны и Кубани, и России. В 1972 году Людмила Брагина завоевала золото на Олимпийских играх в Мюнхене. Но ничего особенного в своих достижениях кубанская спортсменка не видит. Главное – никогда не опускать руки. Нужно в жизни ставить цель и добиваться цели. Вот это, видимо, самое главное. Добивайтесь цели. Причем в любом возрасте. Потому что бегать я начала в 21 год. И через год я попала в сборную. Я очень-очень благодарна вам всем. Я знаю, как вы все ко мне относитесь. Я счастлива, что у меня такой сегодня день праздничный. Достижение Брагиной на Олимпиаде 1972 года до сих пор не смог никто превзойти. Она трижды установила мировые рекорды в отборочном забеге, в полуфинале и в финале. Коронными дистанциями кубанской спортсменки считались полторы и три тысячи метров.